Всем привет, друзья! Дима, Даниэль. Сейчас не Скалска, сейчас Одрин, Эдирны, Турция, 28 декабря. А как мы вообще здесь оказались, друзья? А что-то вчера наша знакомая Лена говорит, ребята, не поехать ли нам в Турцию? Резко. Ну, давайте поедем в Турцию. И мы в 5 утра сегодня из Скалска вырулили втроем я, Светочка, Лена и просто поехали. Ну, друзья, до Турции, до Одрина от Скалска где-то 240-250 километров. У нас газ, у нас экономичная поездка, и поэтому нам, в принципе, на газу выгодно ехать. Я посчитал, что от Скалска до центра Эдирны, Одрин, кто как говорит, Одрин это по-болгарски, Эдирне это по-турецки, где-то, да, где-то порядка 38-40 лев нам стоил газ. Выгодно, экономично, отлично. В чем мы, как обычно, опять ошиблись? Ну, прежде всего, мы стояли на таможне где-то часа полтора. Очень много болгар, огромная очередь, полтора часа мы стояли. А что я хотел проверить на самом деле, господа? Да, я хотел проверить, как я могу поехать в Турцию на машине, которая принадлежит фирме. И опять была куча ненужной лишней информации, которую, когда я спрашивал в Фейсбуке, мне говорили, что ты должен пойти, сделать доверенность, перевести на турецкий язык, заверить в посольстве в Пловдиве. Фу, опять каша в голове, опять очень ненужная информация. Итак, что я сделал? Я буквально несколько, пару недель назад, я пошел, взял, заверил свой акт, что я владелец фирмы. Я перевел это на турецкий язык и просто заверил обычным нотариусам. Перевод на турецкий язык мне стоил 25 лев и обычное заверение нотариуса, не помню сколько, никакого турецкого посольства. У меня также был перевод на английский язык. И что получилось, что моя фирма, которая принадлежит мне, дает мне доверенность на вождение транспортным средством в Болгарии. Все, все просто. Ну, что тут у нас, какая накладочка опять у нас получилась. Я протягиваю, мы и болгарскую таможню мы прошли замечательно, легко, быстро и спокойно. А на турецкой таможне, посмотрев на мою зеленую страховку, сказали, что она просрочена. Я говорю, как она просрочена? Вот у меня белый документ, на котором написано, что страховка до 23.07.2023. Да, сказали, белый документ, все прекрасно, а где зеленая карта? И на моей зеленой карте написано, что она просрочена. Ну, значит, что пришлось сделать? Пришлось идти в окошечко в буферной зоне, заплатить за три месяца страховку. Это мне стоило 64 евро. Грубо говоря, я еще раз заплатил за то, что у меня было. Как так получилось, что зеленый документ был не срока годности, не знаю, не помню. Честно говоря, не помню, друзья, не знаю. Ездил по Болгарии, все прекрасно. Страховка-то оплачена, она есть, а тут ее нет. Окей, заплатили 64 евро. В Болгарии буду разбираться, почему, где моя зеленая карта. Скорее всего, может быть, это мой косяк. То, что я должен был ее взять в КАДе, не знаю. Ну, окей, минус 64 евро. Нормально, научились. Научились. Еще один урок, друзья. Проверяйте срок годности, если вы едете за границей. Ваши зеленые карты обязательной страховки в Болгарии. Проверяйте. Так, нормально. И тут мне в окошечке смотрят на мои права. И говорят, а вы сейчас обратно в Болгарию возвращаетесь. И у вас права не подходит. Я говорю, как это права не подходит? У меня международные права. А турецкий пограничник говорит, а вы не гражданин Болгарии. Я говорю, стоп, 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 стоп. А вот моя личная карта. Ну, все. Вариантов у него нет. И мы приехали в Эдерне. Ехали долго с этой очередью. Долго, 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 долго. И сейчас что происходит? Парковок, друзья мои, просто нет. Встать в дабл паркинг негде. Неудобно. Центр города. Я Лену и Светлану оставил в самом центре, чтобы они пошли поменяли деньги. И они пошли покупать себе нитки, пряжу, ткани. А я договорился с ними встретиться в определенном месте в определенное время. И пока я катаюсь, чтобы убить время, смотрю по сторонам. А чтобы вы понимали, друзья, а у меня нет навигатора. Потому что опять что-то не сращивается. И когда я по дороге на Турцию позвонил оператору Vivo.com, чтобы открыть роуминг дневной на один день на Турцию. Турция не в Евросоюзе. И, соответственно, нужно открывать роуминг как сим-карту. И тут мне по телефону говорят, а какое у вас секретное имя, которое вы когда оформляли телефон? Да ничего я не оформлял. Какое секретное имя, мама родная? А без этого секретного имени мы вам не можем сделать этот роуминг. Ну вот, опять 25. И опять 25. И я езжу без навигатора. Потому что ни у кого из нас нет телефонов. Супер. Ничего страшного. Катаюсь где? Не помню где. Езжу по улицам. Место встречи с барышнями у нас определено. Я его знаю. Потому что уже немножко научен опытом. Заранее я вбил маршруты Дерне в Вейс. И отключил телефон на авиарежим. Но Вейс работает. И я вижу хотя бы вот эту локацию. Поэтому сейчас я кружусь. Кружусь. Где я езжу? Не знаю. Центр. Потому что вы знаете, смотрите, друзья, парковок вообще нет. Парковки платные, забиты. Дабл паркинг не поставить. Полиция жесткая. Не хочу с кем-то ругаться, спорить, платить штрафы. Ну, место встречи определено. Время встречи еще не подошло. Через 15 минут барышни должны подойти. И поэтому я вот тут езжу. Заправился газом. Заправился я, друзья, газом. Газ здесь стоит 1,035. 1,04 в сравнении с левыми. Бензин здесь стоит 2,20, 2,10. Другие цены. Окей. Прекрасно. Наши планы. Барышни пошли покупать много-много-много ниток. Шерсть. Светочка вяжет. Ей это нравится. Лена смотрит ткани. А я уже, главное, вспомнил, где супермаркет. Куда мы потом поедем. Затариваться мясом. И еще чем-нибудь. И все, я спокоен. Газ заправлен. Сигареты не куплены. Потому что в дьюти-фри практически невозможно было туда пройти. Потому что огромная очередь к турецкой границе. И просто не было где поставить машину. Ну, значит, сигарет мы не купим. И, в общем-то, правильно. Потому что по закону в Болгарию можно ввозить всего 2 пачки сигарет. На человека 2 пачки. Не 2 блока. Это важно. Значит, не куплю сигарет. Ничего страшного. Куплю... А, купил на бензоколонке там 2 пачки желтый кэмл по 3... По... По... 3,30 лев. Потому что кончаются сигареты. Ну, у нас не сигаретные туры. Мы контрабанду не везем, господа. Здесь очень жестко. Здесь до такой степени жестко на границе, что смотрят ваши личные сумки. На въезд в Болгарию, болгарские таможенники серьезным образом обращают внимание на сигареты. Это нельзя возить много. Ну, как и в любой точке мира, есть ограничения на алкоголь, на сигареты или на что-то еще. Так, вот где-то я сейчас, наверное, приткнусь, потому что это уже выезд в сторону границы. И мне надо будет развернуться, развернуться и потом ехать за дамами. Вот, друзья мои, так началось наше короткое однодневное путешествие. Оно в середине. Мы сегодня же возвращаемся. Сегодня же. Турецкий таможенник спрашивает, вы на сколько? На три месяца, на один месяц? Я говорю, да нет, друг мой. Мы всего лишь на один день. Он улыбнулся. Понял, что нас обратно не отправить в Болгарию. Права есть, лично карта есть. Псичко на Ред. Ну, в принципе, все пока. Продолжение следует. Поеду встречать барышень с нитками.